Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Что вам рассказать? Вернулись мы из поездки, я, конечно, под впечатлением. Ну, собственно, наверное, как и любой другой человек, который приезжает из какого-то интересного путешествия. Неважно, сколько это путешествие продолжалось, там, день-два, может быть, месяц, все равно приезжаешь домой с каким-то чувством восторга от того, что ты увидел, где ты был, какие места ты посещал. Конечно, я очень впечатлена этой поездкой, я очень впечатлена теми красотами, которые мы увидели. Закат на Потаре – это вообще просто нечто, это что-то вообще необыкновенное. Ну, а дорога, дорога тоже очень красивая, я вам показывала, старалась вам показать все красоты, которые видела сама, показать и вам. Ну, не знаю, наверное, вам тоже хочется что-то посмотреть, что-то увидеть, и когда вы будете в Турции, возможно, вам тоже удастся такое путешествие. Вот эти вот поездки в Фитхие, там, в Алюденис, или по вот этой вот дороге, где пляжи Капуташ, в принципе, они возможны, вероятны, когда вы поедете на какую-то экскурсию, я не знаю, там, по Муккале или еще куда-то, не знаю, каким сейчас маршрутом будет. Нет, это экскурсия, знаете-ка, куда? Демреме Миракекова, вот тогда. Это вот такая вот экскурсия интересная, где вы можете увидеть вот эту прекрасную дорогу с прекрасными пляжами. Ну, ехать вам или нет, я никого не агитирую, это каждый решает сам. Вот, ну вот у нас сейчас, например, ну, для нас стала такая какая-то некая трудная задача, куда бы еще поехать, чтобы еще посмотреть, потому что в округе мы здесь уже все посмотрели. Планировать какие-то более дальние путешествия. Ну, не знаю, как-то пока не обговаривали, пока у нас все на коротке. Вот, сегодня собираемся поехать на пляж, встретимся там с Леной, за мной заедут Руслан с Анечкой, вот, и мы поедем на пляж. Вообще, должна сказать, что выразить огромную благодарность... Муся упала с дивана. Муся, там что с тобой случилось? Вот так вот. Должна выразить огромную благодарность Руслану и Ане, что они берут меня, берут мою подругу Лену с собой. И у нас, мы даже это обсуждали, что сложилась такая вот компания, которая, ну, как-то мы чувствуем себя комфортно. И мы очень тесто общаемся, я довольна таким общением. И мы огромное им спасибо, что они нас берут с собой в поездки, приглашают и меня, и Лену, вот. Пока вот Лена скоро уедет, поэтому мы ограничимся пока только пляжем. И, может быть, сегодня даже обговорим, куда бы нам поехать еще. Я приехала, что, чем я занимаюсь? Сходила в магазин. Слушайте, да, хочу вам показать. Сходила в магазин, вот купила, ну, не за этим, конечно, ходила, там, за молоком, за хлебом. И купила вот такую вот упаковочку, трилечи называется. Если кто помнит или знает, такой десерт обычно подаются в отелях. Это такой вот бисквит, залитый там всяким, такой вот мягеньким. У меня Таня очень любит такое трилечи, и она, кстати, их готовит. Вот, а я решила тоже, тоже его приготовить. И тут дополнительно вот тут смесь, как я поняла, две. Не открывала коробочку. Слушайте, а давайте откроем, посмотрим. Я тут читала-читала, поняла, что тут, а, да, точно, две коробочки. Ой, тут даже три, слушайте. Короче говоря, одна смесь типа мука, какая-то смесь сухая. И еще вот это вот такое жиденькое. И тут написано, что, чтобы это приготовить, мне понадобится еще три яйца, 600 миллилитров молока и 200 миллилитров крема сливок. Вот. Сегодня не буду делать, потому что мы сейчас уже поедем на море, а завтра, наверное, приготовлю вот это вот трилечи. Я, если честно, я не очень люблю какие-то сладкие, ну, там, торты и все такое. Иногда прям вот хочется в охоточку. Вот тут увидела, продается. Никогда не делала, думаю, попробую сделать. Может, дети придут ко мне и тогда их угощу. Вот. Что я еще делаю? Я, наконец-то, дорисовала, сейчас вам покажу. Извините. Наконец-то дорисовала своих попугаев. Боже, вот так вот видно. Боже, что-то они мне прям так тяжело дались. Я их так долго делала, все никак не могла доделать. И теперь у меня целая попугайная стая. Смотрите. Вот. Эти две картины предназначены для моего балкона, где у меня там джунгли. И вот попугаи будут в этих джунглях. Пока не знаю, там место им еще не определила. Надо еще найти, кто к стенке мне это все присверлит. Потому что стены здесь... Короче, гвоздь не вобьешь. То есть я сама в гвоздь вбить не могу. Там нужно обязательно сверлить дрелью. И туда, как это называется... Ну, короче. Короче, вы меня поняли. Что-то туда надо, чтобы это все висело. Дрелью у меня нет. Аура, дрель сломалась. В общем, нужно кого-то просить. Вот. Но я не остановилась на том, что этих попугаев тут, значит, рисую, дорисовываю. Начала новую картинку. Сейчас вам покажу. Вот смотрите. Вот такая вот эта... Без подрамника стоит немножко дешевле в покупке. Вот. Но я все равно из рамы вырезаю. Мне они не нужны. Вставляю... Вот видите, вон. Вставляю в рамочку. Покупала в океане. Надо, кстати, съездить. У меня там уже накопилось кое-какие. На всех рамки не хватит. Нужно ехать докупить. Вот. И поэтому отсюда буду вырезать и в рамочку вставлять. Но надо сначала это нарисовать. Конечно, когда вот такая вот мелочь, что это, что это, ничего не видно, что это будет. Но я вся в превзкушении, потому что я люблю вот такие вот мелкие деталики. Прям мне очень нравится. Сидишь. Еще когда циферки такие четкие. Обратите внимание. Видите, все такое, ну, четкие цифры. И это вот упрощает, как сказать, работу и задачу. Рисую я в основном вечером, включаю лампу себе. Что же получится-то из этого? Вот такой вот рисуночек у меня будет. Вот. Опять меня на цветочке меня что-то опять повело. И меня повело. Вот. Ладно. Пойду я собираться. Поедем на море. Хотите со мной? Если хотите со мной, поехали. Посмотрим, как там море. Вчера мне сказали, была чудесная погода на море. Чудесное было море. Практически не было волны. Я такое люблю, когда так, знаете, такое спокойное море. Такой заходишь и прям там релакс. Вот. Не знаю. Сейчас мне еще никто не звонил, не говорил, как там на море. Сейчас можно позвонить и узнать. А что звонить? Узнавать сами. Все равно мы поедем. В любом случае. Я вам покажу, какое море. И, наверное, нужно сказать, какая сейчас температура. Днем было часов в 12, наверное, или в час примерно. Температура воздуха была 39 градусов. Вот. Но чувствовалось достаточно комфортно. Почему? Потому что влажности не было. Всего лишь 20%. И это значит, что жарко-жарко, но это все терпимо. Очень плохо себя чувствуешь. Тяжело дышать, когда большая влажность. То есть ты выходишь на улицу, и вот воздух, он такой тяжелый. Вот так вот, раз, вплавь. В общем, пока вот так вот вплавь, ты плывешь до моря, уже весь мокрый. Сейчас, ну да, жарко, но нет вот этого вот в три ручья, когда с тебя все течет. Вот. Жонтик сказал, что тоже поедет. Смотрите, вот так вот. Вот так собака отдыхает. Мусика-то ушла, не знаю. Вот. И сказал, что тоже поедет. И Аня полюбила моего Жосика, и всегда у меня спрашивают. А Жосик едет? А сегодня она меня не спросила, едет или нет. Я у нее спрашиваю, Жосика брать? Она, конечно, обязательно. Вот. Они, когда меня привезли, кстати, ну, завозили меня домой с нашего путешествия, они даже зашли ко мне домой посмотреть, как тот Жосик, как он сам не соскучился или нет. Вот. А он гаденышка. Мне даже не подошел. Отвернулся вот так вот. Ну, они на руках там сидел. Вот он такой вот. Ладно, поедем на море уже и посмотрим, как там погода. Не знаю, наверное, целый вечер там просидим до поздней ночи. Ладно, поехали. Ну, ну, вот и морюшко. Ну, сегодня, я смотрю, там волна. Ах, как красота. Мы с Жекой. Жос, ты готов к купанию? Тебя сегодня Аня купает. С Аней будешь плавать. Скажи, я всегда готов. Пойдем, пойдем. Людей много. Тася, привет. Тася. Привет. Жосик купаться идет. Плывет, 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 собака плывет. Гребет, 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 гребет. Ой, водичка теплая. Жосик искупался. Сейчас мы пойдем. Вон там Айлин, Егор. Вон они ручкой машут нам. Вот они, эти компании. Да, сегодня волна, говорят, шрак, такого не было, но все равно, все равно шикардосно. Пойду купаться. Руслан сегодня плавает вот с такой вот штукой. Сейчас он вам все подробности расскажет, что это, как это и как этим пользоваться. А вот из моря вышли наши пловцы. Группа в купальниках. Полосатых купальников. Жосик тоже покупался. Сейчас он оботрется от песочек. И мы поедем домой мыться. Вот эту вот моноласту я покупал 14 лет назад еще. Я не знаю, будет ли она целая еще, если она начинает плавать. Для размера, собственно, чтобы понять, что это такое вот моя нога. А вот это моноласта. Ну, это для того, чтобы плавать либо под водой на большую глубину, либо развивать в воде большую скорость. Ну, и к ней, собственно, покупал вот такую вот трубку тоже в 2008 году еще. Сейчас мы все это опробуем, как это будет плеть в воде. Что, Руслан пошел опробовать моноласт. Ну, и трусал он. Руслан-русал. Не одевается. Ласта эта, короче, тяжело одевать в воде. А на суше ее вообще не одеть. Ну, вернее, одеть, но потом не зайдите. И как? Прыгать? Непонятно. Тася уже матрасик оседлала. Водичка шикарнейшая. Прям теплая, теплая, теплая. Ну, их тяндер. Ух, как он. И погнал, и погнал, и погнал. Ничего себе, скорость какая. Все. Точно их тяндер. Русал. Вон и Тася там. Ой, как же хорошо на море, боже мой. Такое блаженство. Айлин, а кто тебя отмывать будет от песочка? Бабушка. Бабушка. Все, мы накупались, на загорались. Возвращаемся домой. Сейчас я вам покажу, что тут происходит вечером. И людей очень много. Смотрите. Просто массово все отдыхают. Вся набережная полна людей. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...